друзья всем привет в этом видео я вам покажу гостиницу crystal palace 5 звезд которые находятся в регионе седэ погнали смотрите друзья вот так вот выглядит гостиница значит она состоит из нескольких корпусов вот так они выглядят дальше вот это вход в гостиницу вернее въезд в гостиницу а вход в главный корпус и в холл будет немножко дальше сразу на входе мы видим вот такую вот зелень есть пальмы есть вот такая вот клумба тут уже у нас маленькие пальмы цветочки вот так это все выглядит красиво в принципе мне это все нравится можно сделать красивые фотки смотрите значит на козырьке вот тоже там много растительности эти фонтаны днем работают и сейчас мы идем пол гостиницы это и так вот пол гостиницы смотрите как он выглядит в принципе он не сильно высокий вот значит слева у нас ресепшен там где гости этой гостиницы проходит регистрацию при поселении в данную гостиницу дальше смотрите справа у нас лобби бар вот он и тут у нас идут сразу вот у нас переход в один блок гостиницы и там у нас слева переход во второй блок гостиниц дальше вот тут у нас идет лестница уже на территорию гостиницы тут мы спускаемся и попадаем на территорию гостиницы так друзья смотрите показываю вам номер гостиницы crystal palace номер категории family то есть состоит из двух комнат значит смотрите первая комната в ней нету окна не есть две односпальные кровати вот такие вот есть ремонт дальше вот телевизор дальше тут у нас мини-бар вот такое вот наполнение мини-бара пойдемте во вторую комнату смотрите значит во второй комнате у нас кровать french bed тоже телевизор есть чайный набор вот такой вот кресло столик сейчас покажу вам как выглядит вид из балкона так вот такой вот балкон смотрите на балконе два стула и столик с пепельницей и показываю вам вид из балкона значит вид получается на внешнюю сторону гостиницы смотрите вот это все так вот выглядит у вас сбоку вы можете увидеть море так дальше показываю вот такой вот санузел в данном номере смотрите значит это умывальник есть косметика вот так она представлена в дозаторе мыло туалет и душ в ванной нету есть вот такая вот душевая кабинка душ чистый не знаю он углу какая-то темная . что это нас не знаю на плесень не похоже похоже на какой-то дефект вот смотри значит вот такой вот душ естественно укомплектованы всеми полотенечками так вот здесь у нас шкаф сейфом сейф у нас вот такой дальше тут у нас смотрите друзья номер абсолютно чистый никаких критических моментов номере я не увидел мебель вроде бы вся целая конечно все абсолютно не проверял но естественно я думаю по любом где-то присутствуют эти сколы но я думаю что никаким боком они на отдых влиять не будут в общем такой вот номер категории фэмили в гостинице crystal palace так друзья смотрите показываю вам пляж гостиницы crystal palace 5 звезд которые находятся в регионе седэ пляж достаточно большой широкий такой есть много шезлонгов зонтиков гостиницы я думаю всем должно быть достаточно ну а дальше сейчас смотрите вот какое покрытие покрытие пляже смотрите значит здесь вот такой вот песок перемешку с мелкой галькой ну я бы назвал все таки это песком чем мелкой галькой в любом случае напишите в комментариях что же вы считаете какое же это покрытие ну во всяком случае она мягкая но смотрите значит перемешку с вот этим вот песком и попадаются какие-то такие крупные у них крупно мелкие наверно галька и какие-то камушки вот эти вот камушки немножко такие островатые но опять это буквально там один мне попался но тем не менее все может быть так дальше вам показываю какой вход в море под смотрите значит сам вход море тут а вот на входе вот такая мелкая галька видите какая она совсем мелкая ну лично мне заходить ничего никакого дискомфорта нету посмотрите дальше видите он ходит ходит мальчика такой наверное лет ему до 15 принципе это где-то 20 метров от начала водички вот она вот такая вот глубина данного пляжа то есть пляж сильно пологий сильно мелкий то есть водичка здесь будет наверно быстрее прогреваться то что любит водичку потеплее я думаю хороший пляж для таких туристов ну давайте же посмотрим что же есть под водой на этом пляже у гостиницы кристалл пелос 5 звезд которые находятся в регионе себя так смотрите значит в этом эпизоде я хочу обратить ваше внимание на два таких момента первый это посмотрите какой вот здесь вот песочек на дне этого пляжа и второй момент значит это то что основную часть этого видео то есть большую часть этого видео я снимал на расстоянии примерно наверное так вот 40 50 метров от берега и там при моем росте метр семьдесят шесть я мог стать на дно этого пляжа то есть очень удобный заход для маленьких деток ну и тех кто не умеет естественно плавать так что друзья напишите пожалуйста внизу в комментариях под этим видео понравился ли вам пляж этого отеля кристалл пелос 5 звезд так друзья смотрите значит поплавал я есть море на пляже гостиницы кристалл пелос рассказываю вам свои ощущения по состоянию на 15 мая 19 год вот водичка мне показалось теплее чем допустим мы плавали вчера в гостинице club hotel серых первое что ну допустим за день возможно она прогрелась я конечно не думаю что так вот сильно она прогрелась вот а второе смотрите значит тут очень мелкий пляж пологий мелкий пляж то есть что мы имеем что вот начиная от входа и до глубины порядка 50 метров вот постепенно постепенно вот так меленько очень идет песчаный заход да именно на самом ходе там буквально два метра очень очень мелкой гальки и дальше идет чистый песочек по дну пляжа этого значит водичка да вот она для меня показалось гораздо теплее чем водичка допустим вчера в гостиницы club hotel серых это же гостиница кристалл пелос находится в седэ гостиница 5 звезд по пляжу лично у меня никаких вопросов нету претензий тоже нету хорошие шезлонги вот нормальное накрытие которое создает тенек на пляже мягенький песочек единственное что кое-где попадается галька и она в некоторых местах буквально одна штучка мне попалась такая остренькая галька вот смотрите на пляже у нас есть вот такой вот детский уголок здесь у нас накрытие есть пара горок есть маленькие он горки есть пара качелек и вон еще качельки дальше также здесь есть бар на пляже смотрите естественно работу этого бара я не застал потому что принципе я на пляж пришел 6 часов 30 минут вечера мы поздно приехали в гостиницу много гостиниц сегодня посмотрели вот все это естественно вы увидите видео вот так вот выглядит бар на пляже надеюсь у меня получилось записать на видео то что у нас под водой на пляже гостиницы кристал пелос кстати водичка достаточно прозрачная я был очень удивлен несмотря на то что здесь песчаный берег то есть вообще то что я видел лично маски она достаточно прозрачная надеюсь это все получилось и отобразить видео чтобы вы все увидели своими глазами и смогли оценить пляж гостиницы кристал пелос обязательно напишите в комментариях под этим видео ваше мнение ваше впечатление это очень полезная информация для всех кто смотрит это видео и читает конечно же комментарии других туристов которые отдыхали гостинице кристал пелос поэтому если не сложно пожалуйста напишите в комментариях под этим видео ваше впечатление смотрите друзья дальше я вам покажу дорогу на пляж вернее из пляжа к гостинице кристал пелос потому что между территорией гостиницы кристал пелос и пляжем есть мостик через речку все это я сейчас вам покажу как это все выглядит ну в принципе как бы опять ничего сложного нету никаких у меня не вызывает дискомфортов эта речка не знаю как у отдыхающих туристов в этой гостинице но лично у меня никаких сложностей по поводу этого мостика этой речке ничего нету смотрите как это все выглядит вот у нас деревянный мостик и вот эта речка вот так это выглядит конечно она больше похоже на болото даже жабки там квакают а вот какой-то домик не знаю для чего это какая-то живность наверное здесь живет постараюсь спросить у персонала либо у гостей которые отдыхают данной гостинице может они нам расскажут ну вот выглядит таким вот образом эта речка пойдемте дальше здесь у нас есть табличка что у нас водится водится черепашки рыбки и уточки возможно это домик для черепашки не знаю сомневаюсь конечно ну вот такой вот мостик буквально метров 10-15 этот мостик и сразу вот начинается территория гостиницы кристалл пэлос в гостинице получается несколько корпусов они все вроде бы соединены вот так это все выглядит значит вот центральное здание и по бокам с одной стороны блок и со второй стороны еще один блок смотрите значит мы живем по моему вот этом который сейчас слева от центрального блока значит наши номера выходят с видом на на территорию которая находится за гостиницей это я вам показывал какой вид у нас из номера здесь есть несколько бассейнов смотрите вот у нас бассейн с горками так сколько у нас здесь горок 1 2 3 и там по моему еще четвертая горка ну в принципе вполне нормальные горки не сильно высокие но тем не менее думаю будет весело покататься на данных горках смотрите значит тут немного помельче естественно бассейн там где находятся горки сейчас вам покажу глубину бассейна так 118 сантиметров глубина бассейна с горками а вот сразу следующий бассейн то здесь глубина 138 сантиметров пойдемте дальше естественно здесь есть шезлонги зонтики возле бассейнов материал не клеенка зонтиков поэтому не должно парить летом через эти зонтики вполне нормальные зонтики с виду то есть не убитые не телепаются не должны не должны улетать от ветра дальше смотрите что у нас здесь есть здесь у нас сцена видимо здесь вечером проводится анимация сейчас она завешена шторой скорее всего сегодня вечером будет представление в общем если это будет то тоже постараюсь вам это все показать видео тут много столиков сверху видимо здесь тоже будет у нас так здесь у нас тоже есть бар так тут я вижу алкогольные безалкогольные напитки естественно все наличие по концепции алкоголя я дальше расскажу вам в этом видео есть территория с газоном газончик не самый зеленый ну в принципе вполне нормальный газон нету таких вот желтых пятен буквально там несколько там буквально небольшой участок газона вот чуть-чуть немножко выгоревший но вполне нормальный так же самое смотрите здесь есть кальяны можете покурить кальян все это уже за дополнительную плату так давайте дальше пройдемся посмотрим территорию с другой стороны горок как она выглядит так смотрите с этой стороны у нас есть еще один бар он уже закрытой видимо это пул бар тут у нас продолжение бассейна так а вот справа у нас находится детская зона тут тоже у нас есть очень мелкий бассейн сейчас мы посмотрим его глубину смотрите это детская зона здесь даже есть kids бар так смотрите значит глубина бассейна 30 сантиметров водичка обычная не подогревается есть очень маленькая горка тоже вокруг бассейна есть шезлонги зонтиком смотрите как сделано душ для деток в детской зоне так и тут у нас есть второй этаж давайте посмотрим что у нас на втором этаже кит склад на втором этаже у нас здесь есть стульчики столик для деток правда состояние стульчика уже смотрите краска облезла думаю что это сильно критически есть у нас такой вот настольный футбол и внутреннее помещение скорее всего она у нас закрыта до закрыта в общем там тоже у нас детская комната но что внутри конечно показать у меня не получится потому что она уже закрыта и тут у нас перед детским клубом находится терраса от главного ресторана гостиницы crystal palace которая на открытом воздухе дальше там идет уже сам ресторан ну и закрытая часть ресторана гостиницы crystal palace естественно тоже ужин постараюсь вам показать что у нас будет каким будет меню на ужин в гостинице crystal palace ну и чем кормит гостиница туристов в своем основном ресторане так это открытая часть ресторана на свежем воздухе довольно много столов и также здесь есть закрытая часть тоже очень большой ресторан я думаю вполне достаточно должно быть место для всех туристов которые отдыхают в этой гостинице и так собственно говоря всю основную информацию по отелю crystal palace я вам уже показал и нам осталось разобрать вопрос только касательно питания значит смотрите проживал я в этом отеле пару дней и у меня получилось в нем и позавтракать и поужинать все естественно я это снял на видео и обязательно вам покажу но только в отдельных видео потому что данное видео и так уже получилось очень длинное отдельно я сделаю видео обзор завтрака и отдельно видео обзор ужина здесь я хочу уже подвести резюме в этом видео и в двух словах сказать , ребят мне оно понравилось особенно ужин понравился он был разнообразный в нем было и рыбка и морепродукты собственно говоря как бы все вы это увидите в отдельном видео так что друзья на этом я уже эпизоде буду заканчивать данное видео обязательно подписывайтесь на мой канал кнопочка подписаться внизу под этим видео и жмите на колокольчик чтобы получить уведомления о новых моих видео обзорах которые я выложу на моем канале ну и конечно же в ближайшее время будет обзор завтрака в отеле Crystal Palace и обзор ужина всем желаю только положительных впечатлений от ваших путешествий до новых встреч друзья пока пока